В области начал работу ночной суд. Судья, работающий в период с 6.30 до 10.00 вечера, рассматривает поступающие в суд дела водителя и оперативно принимает решение. Для чего внедрён новый проект, какова польза и кто может обратиться в ночной суд, расскажут мои коллеги. Производство дела при административных правонарушениях обычно требует определённого времени. В год административным судом рассматривается 13.000 дел. Из них 3.000 связаны с дорожно-транспортными происшествиями. На 98% из этих 3.000 дел жалоб вновь не поступает. То есть люди спешат оплатить штрафы и вернуть водительское удостоверение. Проект ночного суда тоже преследует цель не затрачивать много времени на этот процесс. В настоящее время данный проект уже реализуется. В ночной суд ежедневно поступает 7-8 административных дел. И все они рассматриваются. За выполнением этих работ распоряжением председателя суда закреплён один дежурный судья. Он рассматривает дела, поступившие в период с 6.30 вечера до 22 часов. Талон, касающийся ночного суда, заполняется сотрудниками полиции. Обе стороны сами решают, соглашаться с этим или нет. Участники судебного процесса говорят, что новая система эффективна для занятых людей. Вчера произошло дорожно-транспортное происшествие. Утром в 9 часов 30 минут приехал инспектор, всё поначертил, протокол составил. И в конце он объяснил, что сейчас идёт ночной суд, что можно сразу же через вечер посмотреть материал. И, конечно, я согласился, удобно после работы, очень приемлемо. Поддерживаю, конечно, эту идею, очень удобно, очень хорошо. Теперь по новой системе суд выносит приговор в течение 3-4 дней, который вступает в силу в течение 10 суток. После этого можно взять средства из страховой компании и сделать ремонт автомашины. Это проект Сингапура. Казахстан – первое государство, которое внедряет его в свою систему. В Атраусской области он реализуется с сентября. За это время было рассмотрено 30 дел и по ним вынесены решения. Стоит отметить, что пилотный проект внедрён в пяти регионах Казахстана. В случае признания его эффективным, начиная со следующего года, ночной суд будет проводиться во всех регионах страны. Эльвира Рахамжанказа, Куаныш Кудайберген, Служба новостей.